У нас есть сегодня важные новости, горячие новости из Херсонской области. Мы все внимательно следим и боимся, так сказать, лишнее озвучить. Очень хочется услышать ваше экспертное мнение. Скажите, пожалуйста, что происходит? Ну, я думаю, что произошло то, что должно было произойти. Снижение уровня боеспособности передовых частей с помощью нарушения логистических схем дало такой результат, что в конечном итоге они предпочли... Видите, это, кстати, то, что мы неоднократно с вами обсуждали, что у них есть несколько вариантов. Либо они будут бежать, либо им надо гибнуть под нашими снарядами или сдаваться в плен. Они выбрали бежать. Поэтому мы наблюдаем такие... Дай бог, чтобы это было первым звоночком. И, кстати, мы этот 109-й полк уже бьем не первый раз. Вместе с теми же десантниками, которые... Это же те же десантники, которые пытались наступать в направлении Николаева. И это вызвало довольно много вопросов в нашем социуме в плане того, что как же так? Вроде говорили, что они переходят в оборону, а они пытаются прощупывать. Вот они допрощупывались нашей обороны, что сами вынуждены отступать. Олег Владимирович, давайте уточним для нашей аудитории. Речь идет о сообщении от оперативной группировки Каховка, которая сообщает, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. А скажите, пожалуйста, прорвали первую? Сколько еще остается? И насколько она близко находится к городу? И насколько ее будет тяжело прорвать? И самое главное, нужно ли или на определенном этапе, когда будет темп идти дальше и дальше, так уверена группировка сама просто покинет территорию? Насколько известно из открытых источников, линия обороны три. Они их начали строить. И если помните, были колонны, они завозили туда бетонные изделия в виде дотов, долговременных огневых точек. Завозили туда колоннами лес кругляк. Насколько они сегодня укреплены, трудно сказать. Но, опять же, я думаю, что устойчивость обороны, главным образом мы влияем на устойчивость обороны, главным образом за счет разрушения логистики. Когда у солдата заканчиваются патроны, а у артиллерии заканчиваются снаряды, или танки стоят в ожидании заправки, вот тогда, скорее всего, наши войска и предпринимают попытки наступательных действий. И эти попытки приводят вот к таким результатам. Если бы у них было чем воевать, я не думаю, чтобы они так быстро побежали. Они же там держат оборону уже сколько? Больше месяца. Позволю себе зачитать сообщение от министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который написал в своем твиттере, процитировав известную россиянку, которая решила выехать из Крыма после начала курения в неположенных местах. «Вообще не хочу уезжать из Херсона. Тут так классно вообще, настолько душевно, все по-домашнему». Олег Владимирович, я думаю, вы понимаете, да, о ком идет речь. Да, если премьер-министр. Будем надеяться, что скоро увидим и подобные ролики в интернете. И да, может быть, наверное, посмотрим еще, как в Херсонской области был дым, то есть вот это вот курение над Береславским машином, строительным заводом. Саша, можем показать эту картинку? Нет, к сожалению, сейчас не можем. Да, давайте просто обсудим само событие. Смотрите, Береслав – это как бы часть. Самое главное – это сообщение, которое было сегодня утром, когда показали результаты работы нашей артиллерии по мостам. Вот это самое главное. Причем там последний удар по Антоновскому мосту зацепил вот эти баржи, которые они там собирали под наплавной мост. То есть мы и там уже дали. И сегодня, получается, на сегодняшний день есть полная уверенность того, что остались только лодки и весла. И вот эти вот одиночные паромные переправы, которые они делают на основе блоков понтонного моста, здесь, конечно, труднее бороться, но они не обеспечат жизнедеятельность группировки. Вот это для нас самое главное. Логистика сведена к минимуму для такой огромной группировки, которая сегодня заперта на правом берегу Днепра. Субтитры сделал DimaTorzok